Учреждение распахнуло свои двери в 1963-м. Именно тогда школа приветливо приняла первых учеников. Шли годы, менялись поколения, храм знаний изо дня в день становился прогрессивнее и современнее. Сейчас каждый житель Бобруйска с уверенностью может сказать – 27-я лучшая из лучших. Она также славится своими звёздными выпускниками. Именно здесь азы науки постигал известный белорусский спортсмен Игорь Бокий. Школа сегодня, она ведущая школа города Бобруйска. У нас есть победители республиканских, областных, городских олимпиад. У нас ежегодные стобальники. Мы первые в спортивных соревнованиях. Успешная школа. И хотелось бы пожелать всем педагогам, всему педагогическому коллективу, учащимся, родителям нашего учреждения дальнейшего процветания и успехов. И дай Бог дальше, чтобы в этих стенах всегда были дети, шумел смех детский и были достойные ученики. Поздравить любимое учебное заведение пришли десятки человек – преподаватели, бывшие и нынешние ученики, гости. Со сцены звучали самые тёплые пожелания. Здесь же мужчины в форме – выпускники военно-патриотических классов, которые функционируют в школе вот уже более 20 лет. Хочу что сказать, что школа всегда была лучше. Всегда лучше. Учителя были замечательные, самые настоящие профессионалы. Когда я учился и сейчас, военно-патриотический класс, военно-патриотическое воспитание было всегда на первом месте. Всегда делали всё для того, чтобы отсюда выпускались настоящие патриоты. Песни, музыка и веселье не утихали ни на минуту. Поддерживать праздничную обстановку помогали две очаровательные ведущие – Анна и Татьяна Малентович. Какая школа может похвастаться учителями и близнецами? Девушки обожают своё место работы, ведь любимая профессия, дружный коллектив и возможность карьерного роста – лучшая мотивация. Мне очень нравится здесь работать, здесь отзывчивые коллеги. Конечно же, когда я сюда пришла первый раз в качестве молодого специалиста, было страшно, но помощь коллег сыграла свою роль. Они мне везде подсказывали, помогали. И сейчас мне очень приятно работать в таком коллективе. Попали, конечно, изначально в разные школы. Я работала в 32-й, Татьяна работала изначально здесь. Ну вот, как я уже закончила свою отработку, два года прошли, потом появилась возможность перейти сюда, в 27-ю школу. Конечно, я не раздумывая пришла сюда. Во-первых, у меня сестра здесь. Это и поддержка какая-то, и в работе, в каких-то личных моментах всегда рядом. 60 лет – очередной рубеж. За прошедшие годы 27-я школа создала себе громкое имя и высокую репутацию, как среди учеников, так и среди преподавателей. Самое главное пожелание – сохранять добрые традиции и оставаться большой и дружной семьёй.